Дарова всем, ребята, Акент, и пока на проводе, и обновление 0.16.0 вышло, сказал бы я, если бы дату обновления не принесли. Ну а что же произошло, я прямо сейчас вам всё расскажу. Присяжитесь по удобней, обязательно, если вы ждёте обновления, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. Ребят, прямо сейчас, пожалуйста, прожмите огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Всё, ребят, не отвлекаю, поехали. На G6 сыгнув вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберём. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем ещё один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь ещё один очень огромный бонус при пополнении. Всем нужны промокоды и ссылки ты найдёшь в описании. Всем приветик, дамы и господа, сегодня нереально важное видео, потому что многие из вас задаются вопросом, а где же обновление, куда оно делось и где оно вышло, кентуга, ты же обещал, ютуберы обещали, кто-то уже там чуть ли не клялся, кто-то уже говорил, что даже играет в новое обновление с ютуберами, я вообще не понимаю, как это ютуберам дают ПТ-тест, а мне нахрен ещё не дают. Сейчас я вам всё расскажу. Но перед началом всего этого, хотел вам показать мой номинал, чтобы вы понимали, я просто продал все арканы, я продал всё, потому что я тоже готовился к тому, что вчера конкретно будет обновление. Посмотрите, сколько у меня ножей. У меня было 23 ножа, посмотрите, сколько осталось. Я продаю абсолютно всё. Вы помните, у меня было около 8 КРТХ, но сейчас у меня, ребят, вообще 1 АКРТХ и то 100 трек. Я просто всё, что можно было продать, всё продал. Ну, кроме этого шерпотрёба, потому что я просто залпусь его продавать. Хотелось бы, ребятки, начать с того, что вчера у меня был стрим, который длился целых 8 часов. И самое интересное, сегодня он тоже будет. Я надеюсь, он будет длиться немножко покороче. Так вот, ребята, в чём суть? Я реально жду, чтобы вышло обновление 0.16.0. И я тоже думал, что вчера оно должно было выйти. Я запустил стрим, я готовился, я ждал. Но потом я понял, что разработчики просто-напросто не успевают выложить это обновление. Как бы это обидно не было, но разработчики обратно не успевают и затягивают сроки. То же самое AppGallery, ребят. Просто, если мы сейчас идём в AppGallery, вы сейчас просто будете в шоке. Потому что, вдумайтесь, в AppGallery есть акция, которая уже просрочилась на несколько дней. То есть, по идее, обновление должно было выйти в 18 числа. Сегодня 21 число, то есть 18, 19, 20. На 3 дня просрочилась эта акция. Я уверен, что AppGallery уже подняли кипиш, потому что там контракты, там большие суммы. И вы просто представьте, что обнова не вышла, а акция на новый Gold Pass вышла. Это же просто трындец. Мне конкретно, как я говорю, реально очень обидно, что обновление не вышло. Потому что многие начинают уже обижаться, многие не понимают, что происходит. Но, ребята, представьте, насколько обидно мне. Я жду обновление не меньше, чем вы. И тут разработчики взяли и перенесли. У меня была очень достоверная информация, что обновление должно было выйти вчера. Но, к сожалению, разработчики не успели. Поэтому обновление уже, ну прям миллион процентов должно выйти сегодня, если разработчики нас, ну, так сказать, уважают, что ли. Потому что, ребята, это был бы полный абсурд, если обновление бы еще и не вышло сегодня. Поэтому я уверен на 100% то, что обновление должно выйти конкретно сегодня. Теперь хотел бы сказать пару слов касаемо бета-теста. Я знаю, что уже некоторые ютуберы получили доступ к бета-тесту. Некоторые киберспортсмены им дали даже карты, чтобы они потестировали баланс. Я не понимаю только одно, как 12-летние, 13-летние, 14-летние школьники могут тестировать баланс в игре? Как ютуберы, которые никогда не занимались тестированием, имеют право доступ к бета-тесту? Пожалуйста, разработчики, я обращаюсь конкретно к вам. Пусть все будут конкретно в равных условиях. Почему это у одного есть бета-теста, у второго нету? Слушайте, может, я хочу быть бета-тестировщиком? Дайте им мне тогда бета-тест. Или никому не давайте, или всем дайте. Так было бы максимально справедливо. Ребята, если честно, я немножко увлекаюсь программированием, я немножко увлекаюсь IT-сферой, и я вообще не понимаю, как школьники могут тестировать стендов 2? Почему нельзя нанять нормальный тестировщик, который будет работать на зарплату, как это и есть в крупных компаниях? Почему у нас только в русскоязычном комьюнити есть такое, что просто набирают банду школьных, которые бесплатно будут все тестировать? Пожалуйста, разработчики, прислушайтесь к моему мнению. Тестировать должны специально обученные люди, а не кто попало. Но теперь только важная информация, почему обновление уже прям 100% выйдет сегодня. Потому что если оно не выйдет сегодня, я, наверное, просто удалю стендов. Ребята, внимательно смотрим, мы переходим в клан Excel Bolt, это, если что, все тестеры. И вы внимательно посмотрите, то, что они прямо сейчас абсолютно все находятся в сети. Потому что это финальный бета-тест, и прямо сегодня уже 100%, я думаю, даже днем, потому что они ночью не выпустились, значит, обновление должно выйти днем, выпустят обновление 0.16.0. Просто обратите внимание на их профиль. У каждого из них есть надпись «Третий сезон». Это означает то, что третий сезон уже маленькими шишками, да как маленькими шишками, уже огромными шишками, подходит к своему релизу, к своему началу. И прямо сейчас, ребята, я думаю, что обновление 0.16.0 уже загружается в плеймаркет. Просто посмотрите на все это, потому что я захожу на совершенно любой аккаунт среди этих дэо, я вижу то, что у них у всех сезон номер 3. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, перешли в клан тестеров номер 2, и прямо сейчас хотел бы вместе с нами посмотреть на их статистику. Потому что ребята, это тоже тестеры, они очень активно тестируют обновления. Если мы прямо сейчас перейдем в историю матча, мы видим то, что они все тестируют режим 2 на 2. Я хотел бы вам очень сильно показать новую карту Сакура. Просто, по всей видимости, разработчики кикнули этого разработчика, который играл на карте Сакура. Но если что, была еще одна новая карта, помимо Японии, под названием Сакура. Я просто в шоке. Так, ну что, смотрю историю матча, я никак не могу найти этого разработчика. Скорее всего, его кикнули, он был в клане инкор, это было 100%. И он играл на карте Сакура. Если что, карта Сакура, по всей видимости, это новая карта для режима командный бой, а карта Япония для соревновательного режима. Просто, ребят, внимательно посмотрите. Прямо сейчас мы видим то, что этой ночью разработчики что-либо тестировали, играли в ММ, и это очень-очень круто. И, честно говоря, я просто сказочно рад. Просто внимательно посмотрите. Мы видим, тут и провинция 2 на 2, и зона 2 на 2. Ну, то есть, то, что режим на пареньке будет, это уже и так всем все понятно. Надеюсь, ни у кого никаких вопросов не возникает. Так, а вот тут у парня просто даже ID DEV. Просто посмотрите, ребят, на ID, ID буквенное. Я в шоке. Так, ну что же, нажимаю «История матчей», но тут тоже ничего нету. Парня, который играл на карте Сакура, его кикнули, но я постараюсь его найти. Ну, чё, ребятки, вы думали, я его не найду? Вы думали, если вы кикнулись в клан Энкор и приняли в клан Солюс, я его не найду? Прямо сейчас, ребятки. Заходим в профиль этого парня, и мы видим то, что кое-кто вчера спалился на карте Сакура 2 на 2. Да, ребята, это новая карта для командного боя. Я очень рад. Ну, или вариант номер 2, как многие из вас говорят, то, возможно, это карта Япония. Просто переименована. Типа, была Япония, стала Сакура. Но я очень надеюсь, что будет одна карта для ММА, а одна карта будет конкретно для режима 2 на 2 и командного боя. Если это так, то разработчики, я вас люблю. Короче, почины, в описании есть ссылочка на мой стрим. Я всех прошу, перейдите, пожалуйста, на него, потому что прямо сегодня на стриме мы вместе с вами будем ждать обновления. И я уверен, ребята, в том, что мы его дождемся. Ну, братва, прямо сейчас нужна ваша поддержка по ссылочке в описании. Всем удачи, всем пока, встретимся на стриме.